Субтитры делал DimaTorzok 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 Главное не прозевать ее Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, подошел к тропе Ну так типа она показана Ну посмотрим Ладно, вперед Что-то в сторону водопада вообще в другую сторону идти Может она как-то повернет Сейчас идем вдоль эспортированной дороги Вообще не вижу логики Если можно было нормально пропетлять по нормальной дороге Фух, ну вот она начала уходить от дороги Вверх короче так я провожу выходной устал перетели конваляциях решил короче фигней пострадать вот туда мне потом водопад не видно может видно сейчас посмотрим ну короче за деревья такие виды начинается это были палки это не голова она не так звенит вот вот он вот это как раз это водопад я просто на машине ездил я знаю и тут короче начинается экшен херва знает куда идти и вот и вот и вот и вот потом красненькая что пойдем по стрелочке херстинг ноги есть вернусь обратно все пока ничего не интересно выключать в какое-то гетто это все-таки походу правильно стрелочка не зря по схема расположения троп поляна сказок только что-то она как-то не в ту сторону короче я ялта что-то не с той стороны стоит ялта должна вот тут быть а я ехал отсюда а ну как-то хер пойми как протяжной 2,6 перепадала 150 метров мы идем по боткинской тропе четыре с половиной километра ладно пошлите кстати боткинская тропа здоровье и красота там указатели будут взял палки я фигу за как с палками идти и снимать надо ну на такую камеру как хотя бы чисто для себя на память живем один раз что мостик подуставший маленько летом на раз здесь толпы ходят мне так кажется ну по-любому приезжие сюда ходят хотя я здесь больше года в ялте первый раз ходили в поход снимал на фотоаппарат наш поход с товарищем и 16 гектар съемки флешка короче приказала долго жить и все остались без видео есть какие-то ролики беспонтовый но основная трасса со стороны от ласпи до айпетри спустились районе кореиза больше суток мы шли первый раз мы шли с большим рюкзаком еще лето жара воды несколько литров больше народ страха потому что фиг его знаете там родники но они есть но они появились эти родники аж на следующие сутки вот так вот и то вот появились как раз районе айпетри до этого не банча сейчас переключу камеру вообще кайфу водок состоится в эту сторону не прикольно вот сюда вообще классно выглядит еще вот так если посмотреть скала вот это пахнет хвоей прям прикольно в общем на первых порах вроде не тяжело даже не для подготовленных уже 3 нора лавочки вид такой прикольный конечно вообще у сейчас самое кайфово ходить солнце не печет летом наверно вообще же так здесь спасение только в леску вот а так наверное просто жесть стопа тос идет я иду сейчас мне жарко так нам не просто пайта ну и такая легкая грубо сказать накидка дождя быстро сокшую шок сокшаяся чтобы высыхала случай вот о чем я говорил вот я приехал оттуда с той стороне севас а ялта у нас слева как мы смотрим вот а боткинская тропа совсем другое показал сейчас увеличу там как раз колесо обозрения вид ну ладно видео вверх а тут что с этим видео не могу даже мозг нормально послушать он отключается на колонке все такое не стал тянуть и так жарко прикольно вообще вот 8 сейчас еще дальше я думаю в том году ездил там были красные шлистики надо дальше это все увижу вообще просто не передать это запах осеннего леса кстати сегодня уже почти середина ноября и на улице ну не знаю ну не 20 градусов ну чуть меньше ну как бы оно ни было все равно сейчас я чего взял шмотки одеться в гору сейчас подымутся там разница даже летом 10 градусов то есть если на улице там 30 внизу там 20 если как бы сейчас она не было там около 0 потому что два месяца назад ну или полтора ездила на машине внизу там 20 чем-то было градусов в тени туда поднялся 8 и прям холодно ну так включил ну там в телефоне приложуха сколько ты километров шаговая т.д. там трассу типа показывает вроде не и немедленно и не быстро так стану там сфоткаюсь там в гору ну не знаю ну и с остановками по-любому сейчас я стану там будет какой-то видок перекурю чай попью мне спешить некуда сейчас сколько у нас тут время только еще часа дня нет еще очередная лавочка ну тут вида нет не хочу останавливаться пока еще не устал дальше пройдусь попозже стану на привал на самом деле не тяжело вообще не тяжело эти мне рюкзаки напрягают не так жарко единственное жарко но боюсь до футболки раздеться протянет не рискуем первый знак увидел сейчас что тут у нас знак показывает ну такой промежуточный знак что иду в правильном направлении что буткинская тропа туда идет ну не тяжело потому что она не зря самая легкая нара здесь и не зря в советское время люди приезжали ходили по ней оздоравливались то есть как и с детьми можно и преклонного возраста мне кажется никто не устанет тем более устал он сколько три или четыре лавки на протяженности километра это нормально ездить хотя с тобой пенку взял я не знал что тут есть тут лавочки короче цель у меня пройти сегодня потратить день вот эту часть дня дойти до верха ну и спуститься я восстал просто перед телеком сидеть дабы как я сегодня выходной и за дня в день у меня такие насыщенные выходные проходят что кроме телека там ютуба под телеку я ничем не занимаюсь всякую дичь смотрю это решил себя заставил решил решил себя заставить пройтись дошел на видео короче не не показываю сейчас фу или все-таки видно как достать блин как его камеру взять вот засвечивает ну короче вон у нас скала сейчас зафотку сделаю я решил вот так снять то что я пытался селфи типа сделать вот так вот скала и походу туда иду очередная скамейка боткинская тропа туда показывает туда идет почему-то и туда идет наверх я не знаю кстати сосна стоит на видике на рану маленькая но я короче ее не обхватываю даже рух не видно но короче и тут еще не буду останавливаться дальше пройдусь папоротник растет вот такая папоротниковая роща жар жарко жарко очень ноги мокрые в смысле не кроссовка кроссовки коламбуса это не реклама я уже ношу их несколько лет причем покупал для города тусовался по городу в ростове а теперь в прямом хотя в сочи был по работе там гонял вообще прям кайфовые не убиваются я не знаю я прям доволен не знаю как фирмой скорее этими говнодавами футбол совозе коряги скала там ты рыбы все дела и чик это пропала то есть есть куда-то не пойми куда я туда пришел и она пропала я думал может вам надо лезть под корягой она упала ну то есть не то что коряга дерево рухнуло хотя нет смотрю вроде вот это козья тропка ведет сюда ну я надеюсь что она туда ведет что она как-то на самом деле как-то не уверена но наверное все таки дерево упало на тропу а люди сделали вот тут обход вот там обрыв видон шикарный горный ручей слышно течет не знаю вам слышно или нет короче по козьей трубки мы идем она реально козья вот так вот она выглядит вообще не как не как тропа но вроде опять похоже чудо на тропу вот прям шумит рожде шли и горло ручей течет вот прям шумит рожде шли и горло ручей течет Прислушался, что это будет для машины, для мотоцикла Видно ручеек уже, в ущелье течет Тишина такая Прям тишина По таким буракам Вот оно ущелье Ручейку Мне кажется, если мы будем Водичку ведут Если мы были на Алтае И можно было попить По буракам Красота такая Переходить Что-то мне подсказывает Такая классная Горная Холодная Водичка Прозрачная Как слезла Я так и не понял На самом деле Что тут Вот Куда она ушла Тропа Возможно Вот это она Но я не думаю, что это Тот водопад Куда я шел На самом деле На самом деле Прошел я немного Сколько мне там показывают Еще двух километров Она должна Четыре Пойду дальше Что-то она такая Прям Прям Хер его знает Неухоженная Мало только, что неухоженная Такое принято, что сюда никто не ходил Вот Фиг Ёба Маму знает Это Та тропа Не та Но Я ожидал На Эпитре Как минимум Не А тут Как будто Не тропа Как будто Горная Река Ручей В полноводии Вот Короче Я Ну Около Получаса Сюда Шел Снимал Так еще не остановился Чай попить Ну Я тропу потерял Я не знаю куда идти тут Но это явно не тропа Здесь Здесь Река идет Во время дождя Но не тропа Здесь Люди Ну С Семьями Адекватные Не будут идти По Воде Вот Так Вот Вот Только Несуев был Хрен Узнан Но Это не тропа Это явно не тропа Это ручей И Никак не тропа Ну В общем Че Поход Походу Потерпелся Аска Я выключился Слышал Видишь Где то там Поверху По хребту Попытался туда залезть Но Без вариантов Туда фиг залезешь Ну Это все скользкое Съезжаешь Короче Где Тропу Найти Я не знаю Максимум Что я могу Ну Это собственно Что я не снимал Я на одном месте Тусовался Пойти по ущелью Кручу По ручью Там Вода шумит Ну Это максимум Что можно Походу сделать И возвращаться обратно Ну Вот Тут я боксовал Оно Так кажется Как будто Что там идти Но на самом деле Нет Скользит Там Слой большой Иголок Иголок Листвы И никак Ну Думал Туда Так оно Показано Как можно Полезть Не без вариантов Не без вариантов Залезть Так что Вот Тут Маленько Сейчас Пройдусь Вот Ущелье выглядит И Обратно Наверное Короче Шел по ручью Увидел Типа Что-то Тропинки Ну Вот Решил По ней Еще раз Ну Как Пропетлять То есть Вот Туда Она Идет Ручей Остался Сзади Вот Посмотрим Что у него получится Время есть Не темнеет Собственно Можно те голоса Что Слышал Я и выйду Ну Что-то она такая Неухоженная Как будто Вот Дошли люди До водички И дальше О Не было смысла Мостик Какой там Мостик появился Тропа Прошел К мостику Тропа Шла Оттуда Это может Какая-то Очередная Тропа Но Без указателей Я не знаю даже Где она выходит Ну В общем Вот так Надеюсь Что Ну Если Это можно назвать Водопад В смысле Водопад Здесь Столик Сейчас покажу Этот Нос Походу Сделан В 18 году И Тут Прям Привал Вот Собственно Наверное Сейчас так и поступим Я Я Здесь Наверное И Выпью Чай Две минуты Как бы Перепил Как его поставить Фиг он его знает Вот Вроде стоит Ну Спина мокрая Я снял уже Напивку свою Палки Я Не знаю Нафиг Я их брал Эти Палки Толят Эти В Эти Эти Походу тут можно и от дождика старить. Сидишь, рюкзак убрал, спина мокрая, чувствуешь как остываешь, не знаю видно или нет, рукава мокрая. Собственно такая и спина мокрая. Ну на самом деле кайфоводок. Осталось два километра. Пока пюльчай покажу вам как здесь облагоустроено. Назад буду идти вот так, уже по ручку не пойду. Я поднимался вот там. Почему она туда пришла? Там не было вообще разлетения никаких. Там где дерево упало и что-то пошло не так. Вот уже поднялся, я не знаю какая высота тут. До вершины немного осталось, но вершину уже ели. Но становится уже прохладом. И вот так, уже поднялся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прям чай попил... Не то что согрелся, а рюкзак снял... Остывать начал... То в деревьях было... Ни ветра, ни чё... А вот сейчас тут... На вершину поднимаюсь и прям слышно... Свежий ветер... Короче... Вот сюда... Пытался залезть без вариантов... Вообще... Вроде полого оказалось... Так относительно... Но никак... Вот... Уже... Ялту видно... Вот она... Голубушка... Сейчас приближу... Вот... Вот это... Левадия... Походу... Или фигу... Да... В той стороне... Левадия... Все-таки... Опять эти... Непонятные разветвления... Мы посмотрим еще в этой стороне... Может туда люди фоткаться ходят... Скорее всего... Наверное... Да... Фоткаться ходят... И сейчас покажу... Почему... Они сюда ходят... Вот почему... Да потому что... Шикарный просто вид... Просто офигенный... Очередной мостик... Вон тоже... Туристы... Я всегда спросил за водопад... Или не дошли... Или не видели его... Но я дойти должен... Вот такая дорога идет... Опять... Я еще выше стал... Был... Ну... Он как-то... Серпантина войдет... Вот... Влево-право... Как на машине... Едешь... Вот... Оттуда шел... Вот она... Тропа эта... И... Вот сюда поднялся... Вот сейчас я его вижу... Покажу вам... Смотровую площадку слева... Там... Где лавочка... Где... Я говорю... Вид... Шикарный... Вот... Вон она... Не знаю... Будет видно или нет... Там человек уже сидит... Вот она... Вот тут я останавливался... Не... Человека не видно... Ну... Это та... Смотровая площадка... Вот... Ущелье очередное... Горы... Смотровая площадка... Смотровая площадка... Смотровая площадка... Тропа уходит... Вправо... И вверх... Ну... Вон детворах... Слышно... А мы там уже... Подходим... Я не знаю... Какие там... Четыре километра... Ну... Подходим уже... Потому что... Там типа... Рыночка... Короче... Есть... Причем... До восьми вечера... Стояв... Продают... Даже... Не в летнее время... Вот такая... Лавочка... Ну... Примитивно ее не назовешь... Но лавочка... Так... Можно косить... Смотрю... Так вот есть дорога... И вот так... Я думаю... Там собака бежала... Значит мы сквозим ее... И надеюсь... Буду прав... А то... В времени... Потерял... Пока чай пил... По ущелью шарился... И... Тоже хотел... Возвращаться... Да... Это... Походу... Фух... Она... Вот... Оттуда надо было... Идти вот так... Пошли дальше... Только... Выключил телефон... Слышите... Царата может... Пищит... Идет банда... Прям таких... Школьников... Во главе... Взрослого... Пожилого человека... Молодцы... Все в камуфляже... Прям... Привлекают... Детей... Походом... С рюкзаками... Молодцы... Чтоб не сидели за компьютерами... А именно... Подвижно... Проводили... Или активно... Время... Хотя сегодня... Чего у нас сегодня... Понедельник... Почему они не в школе... Я не знаю... Но все равно... Молодцы... Блин... Трупы петляют... Но есть Сократы... Фихо... Он знает... Стоит... По Сократам... Или нет... Попробую по Сократам... Мне кажется... Вниз легче по Сократам... Чем вверх... На самом деле... Вы не думайте... Это... Ну... Не такая тропа... Это я... Фух... Скажешь... А... Нормальная тропа... Что там идет... Надо по кругу... Просто... Фух... И... На самом деле... Не сильно легко... Ползти вверх... Снимать... Фух... Это так... Выглядит... А вот она уже... Нормальная... Дорожка... Фух... 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 Сейчас камеру... Переключу... Должно быть лучше видно... Фух... 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 Вообще... Просто шикарно... Надо не спешить это... Мокрый весь... Старый... Передаю тебе лично привет... Дабы как-то на работе... А я опять скашу... Нафиг... Зарекался не косить... Но... Пойду еще раз пропотею... Блин... Еще в маршрутку идти вонючим... Пофиг, да? Типа... В поход ходили... Вот... Короче... Это тропа Боткинская... Уже... Иду... Третий километр... Но стараюсь... Без напряга идти... Но по мне не скажешь, да? Но я помню... Фух... Фух... Смотри куда идти... Какие разные... Вот... Короче... Сиди... На работе... И... Глотай слюну... Хочу показать скалу... О... Я там... На фотке... Она... Тоже нечего должна быть... Ну короче... Прикольно были... Эти серпентины... Как на дороге... Уже зацеловали... Все... Лево-вправо... Лево-вправо... Ну... Когда скашуешь... Оно-то... На несколько шагов... Ну... Не до несколько... На порядок... Меньше и быстрее... Но... Энергию забирают... Просто... Капитально... Вот эти сократы... Если просто идти... Отдыхать... Гулять... Вот... Не стоит... По вот этим... Вон они... Вот она... По сократам... Идти... Надо идти... Нормальной дорогой... Вот их тут много... Опять ушла... Вниз... Вот тут можно подняться... Ну... Ну... И вон нахер... Короче... Скалы такие... Хвоя пахнет... Вообще... Просто... Шикарно... Ну... Блин... Опять... Скажу... Потому что... Вот она дорога... Чик-чик-чик-чик-чик... Идет... Вот... Короче... Пофиг... Тут... Три шага... Скажу... Это... Не... Не сильно затратно... По калориям... Вот... Вот так обходить надо... Такая... Красота открывается... Наверное... Скоро... Одному часу еще запахи передавать... Телефон... Вообще... Будет... Зачетно... Можно вот там... Походу... Фоткаться... На скалах... Но... Меня фоткать некому... Так что... Это как пробный... Можно взять... Треногу... Поставить ту... Чтоб видно было... И с пульта... Фотиком... Фоткаться... Если... Сам идешь... Но... Я фотик не брал... Такие подемы... Вот так вот... А ведь сзади... В общем... Вот там... Реально... Можно остановиться... Фоткаться... И прям... Вид обалденный... Добрый день... Добрый день... Там не пересохл... Водопад... Или вы не хотите... Водопада... Вообще нету... Так дождей шлишь... Нету там... Нет ничего... Еле-еле... Что закапает... Тыоткат... Да как в том году грибов не было... Так и в этом году водопадов... забрался я на камень вот с него такой видосик где шел где говорил там фото поставить сейчас ялта все на воду не будет ялточка даже порт видно вот походу вот это набережная вот это набережная и вот так вот открывается вид на самом деле шикарно там внизу где-то я шел вот ладно пошли дальше в общем то место где я снимал туда километр вот только отошел пробормотал шаг сделал и пробормотал шагометр этот носался километр плюс-минус можно блинка больше пока пофоткался остыл весь мокрый пока тоже что сейчас покажу с кого такая прикольная вообще по красоте ну фиг его знает на фото так не передать в живую она выглядит шикарно сейчас поднялся на фото человек парирует или как пару видов хотя пару это даже пор летает и кайфует ладно пока включена посмотрим что по сторонам такое все то же самое возя водопада вот чубачок красавчик прям над головой это слово парует планирует планирует я хочу поймать его в кадре где он улетел а вот еще ищу взбуды 3 километра все четыре километра прошел вот они пара планериста или кто они такие сейчас покажу а нет тут просто люди ну забрался в планеристы и вот он который гадошки интересненько но тут я реально не разумею туда попасть туда на крест когда я тут еще буду надеюсь не сядя телефон вон еще дядька летает было походу лестница но не стало что-то пока до водопада не дойду хочу на крест попасть вот такая лестница так что он люди сделали дорогу где-то там ниже надо понять ехер узнать еще как-то залезть сюда надо будет а 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 Кая от крымского скала. Человек полетел, меня снимает уже и не один, он еще один летает. Прям прикольно. В обратку вообще дух захватывает реально. И вот этот каньон прям вообще жестяк. Короче, реально высоко. В ветреную погоду прям расшатало, наверное, с него. О, прям прям рукой можно было достать до щелка. Короче, в очередной раз я охерел. Вот она тропа идет. Вот все идет. Идет, идет, идет. И все, блин. Мне становится страшно. Вот так вот идти, блин. Вот она. Блин. Ни троса ни хера. Ну, чуть-чуть могу пройти, снять. Ну, это вообще, ну, сука, высоко. Это вообще не классно. Он там вообще осыпается. Я херу знаю, что тут за козьей тропой. Блять, еще и рюкзак сзади. Ну, в общем, на самом деле, вот узенько вот моя нога стоит. Вот и все, я обрыв. Тут полметра. Ну, ну, когда по асфальту идешь, полметра похер. Тут ни хера не похер. Блин, короче, я не знаю. Я потерял тропу, как мне туда идти. А хотелось дойти, короче. Вот на этом, наверное, и закончится путешествие. Хрен его знает. Ну, реально, я не знаю. Не указательно ничего. Он шел по дороге. Короче, вон она тропа, вон там, вверху была. Короче, вон она тропа, вверху была. Вот так ушло. Я обошел, сделал круг и вышел опять на тропу, я так понимаю. Ну, я не стал рисковать. Ну, короче, ну его нахер. Иду один. Да даже если не один, не дай бог, ног бы там подвернуть или что, блин. Короче, хер вон. Город, вон, ну там аж город. Цивилизация. До нее еще надо добраться. И почему-то по пересеченной местности. Вот так вот. Вон крест тут. Очередная красота открывается. Вот. Вот здесь оно видно. Вот. Заборчик все четко. А там такая хренатень без заборчика. И вон она. Вот тут сейчас, где он хребет. По вот этому хребту должна была идти. Ну, я манал, короче. Короче, сунуться высоко. И даже если парашют был бы не помог. Но тут прям кайфово. Прям, ай, блянь. Прям прикольно. Руки надо не расставлять, а то скалы рядом. Сильно узенько. Ну, короче, тут вдвоем. Разойти тяжело. И не падать. Прикольно отсюда. Сука. Телефон садится. Вот это вообще прикольный проход такой. Прям прикольный, прикольный. Как в кино каком-то. Ну или в каньоне. Я не знаю. Но я такое первый раз вижу. И я прям восхищен вот этой красотой. Ну, реально в фильмах каких-то. Хотя фихо его знаю. Мне кажется, может быть и диверсант снимали вот это, когда в Крыму. Потому что такие тропы прям прикольные. Ну, реально тут. Прям красиво, красиво. Ну, у каждого своя красота, но мне нравится. Над тобой вон нависает. Рукой достать скалы эти. Коляны были всякие. В общем, я считаю, день удален. Я доволен. Да, ищу камеру такую зачетную. Жаль, фотоаппарат не взял. Прям классно-классно, мне кажется. Мало того, что виды. Ну и тропы эти вообще же кардосные. Уже подхожу к Учинсу, к водопадам вон его поселение. Сейчас увеличу. Там баня, кафешка, все такое. Ну, наверное, там и пойду по серпантину. В общем, почему не на машине, потому что... Ну, фиг его знает. Я первый раз шел, я не знал, где я буду спускаться. То есть и сейчас еще под вопросом. Я не знаю. Назад идти. Эти четыре с лишним километра. Или... Или все-таки вниз. Ну, блин, как хобот у слона. Ну, реально. Слон. Или это... Ну, вот. Блин, глаз. Хобот. Вообще кайфово. Все. Теперь точно остались считанные секунды. Короче, водопад буквально... Ну, там впереди 100 метров. Здесь место, опять же, для фильмов. Сейчас телефон вырубится нафиг. Ну, я просто обязан был снять вот эту красоту. Да, тут с палатками не станешь, потому что туристов где-то много. Ну, вот так вот. Короче, он впереди. Я, собственно, дошел до него. Очередное пристанище. Так что я иду. Уже стараюсь выйти в сторону дома. И вот. Ну, в принципе, можно вот так вот до сюда прийти. Ну, не знаю, насчет шашлыка, но на пикник там, не разводя огонь. Можно. Можно. Прям. Кайфово. Там беседочка есть вдали. Вот он водопод. Водопод. Прошел 5400. Он еле и течет. Сейчас посмотрим что-то. Вот, вон. У них есть истинный бак. Загрузка в лесу. Открепите нам. Вдох. ЯDER ВСК. Уже еще очень удобно, а в водоподобном. Уже есть вкусняк. Он еле истинный. Он в свете. Вдох. Какое место? Мой путь составлял 5 километров 400 метров. Он начался от полярных сказок. Я там, собственно, включил программу эту, где показывают, как мой маршрут. Надо остановить его, кстати. И до водопада. Ну, то есть, я сделал сейчас маленький круг, потому что тут никак не подняться. Здесь калайк надо было через центральные ворота заходить, конечно, к нему. Ну, не смысла. Я его видел сто раз, но чисто для вас я снял, что он есть, что я дошел. То есть, где-то там по дороге сидел. Подпил чай, дошел. И не знаю, сколько там. 5 часов, сколько я там начал. Где-то у меня записано. Никого нету, сезон закончился. Ну, в принципе, уже можно пусть и садится телефон. Там 2% осталось. Я еще пешком дойду до трассы. Ну, не хочу. Я мокрый и, наверное, по-любому подный маршрутке ехать. Это как-то неприкольно. Дойду потихоньку, остыну. Вот, тогда вот, сяду, доеду домой. Вот, здесь вот так вот никак не поднимемся. Здесь кала. Вот, видите, я там где-то шел. Ну, короче, все. Всем пока. Ходите, путешествуйте. Сейчас посмотрел, сколько я прошел и сколько времени. Короче, там 2 часа 50 минут. Это я, притом, кстати, вот он учен суп, притом, что я останавливался, пить чай, где-то заблудился, не знаю, дорогой. Ну, в общем, ориентировочно 3 часа. Ну, если мы с детьми, мы расслабуемся, там за 4 часа, в принципе, можно уложиться. Вот так, вставочку сделаю в конце. Дорога. Дорога обратно. Ну, и как всегда, у нас есть свиньи, и им тяжело на машине было отвезти их до помойки, или там сзади осталась помойка. Ну, как-то так. Вот. Продолжение следует...